Хирургия пустяки, тут во всем привычка, твердость руки, расплюнуть. Знаменитый рассказ Чехова разыгрывают на сцене Корсаковской школы пятиклассники. Почти каждый не понаслышке знает, как страшно бывает в кабинете у зубного. Мать присыпает! У этого деда болел зуб. И врач, ну он пришел к врачу, и тот начал ему лечить зуб. И он еле ему выдернул этот зуб. Произведения Чехова дети еще не проходили. Ну а писатели уже наслышаны. Пожалуй, на Сахалине сложно найти человека, который ничего не знал бы об Антоне Павловиче. У островитян даже появилась шутка. Чехов – наше все. Он поехал на Сахалин с тяжелой болезнью. Туберкилезом. Он приезжал на Сахалине, ну не был на Сахалине, коренным сахалинцем, а приехал к нам. Вот это для меня на ось было. Чехов был художником, писателем, детских книг. Он сам себе, ну как бы покончил с собой. Чехов любил такие каламбуры. Он и сам однажды пустил байку про своего приятеля Бунина. Мол, того убили. Юмор у великого писателя был едким, как и у любого врача. На открытом уроке в честь юбилея Антона Павловича детям рассказали интересные истории из его биографии. Познавательный. В принципе, если я буду на Олимпиадах выступать, то я могу как бы написать что-то о нем, хоть что-то. Может, вот, пригодится. Отметили юбилей писателя и в Южно-Сахалинске. В Краевеческом музее состоялась премьера спектакля «Цейлонский чай Антона Чехова». После путешествия на Сахалин писатель провел три дня на острове Цейлон. На острове писатель приобрел мангустов, но потомства от них не дождался. Оба зверяка оказались мальчиками. Вообще, пребывание Чехова на Цейлоне окутано некоторой тайной. Ходили слухи, будто уже после отъезда писателя на острове родился его сын. Ну, Чехов, он был вообще человек не очень разговорчивый, молчаливый. Когда ему говорили, что надо ему жениться, он говорил, если я женюсь, то буду меньше писать. Он даже делал предложения женщинам вечером, а утром, когда просыпался, он приходил и забирал предложения обратно. То есть он очень дорожил своей свободой. Актеры Народного театра «Чародеи» и сами побывали на Цейлоне. Там они почерпнули немало свежих идей для нового спектакля. Цейлонский чай Антона Чехова – один из первых вестников целой череды праздничных мероприятий в честь юбилея самого популярного и любимого на Сахалине писателя.